Как всегда, мы в эфире. Новости проекта по сбору подписей на 21 мая. Первый график сбора подписей по изменению колониальных статей Конституции Российской Федерации. С 20 мая по 24 сквер имени Суботина, улица Чкалова, угол улицы Героев Хасана. Время проведения с 14 до 18. С 25 мая по 26 улица Попова, угол улицы Ленина с 14 до 18 часов. Сегодня в сквере имени Суботина прошел сбор подписей. Заполнили 5 бланков, 25 подписей. Много подписантов было среди молодежи от 18 до 30 лет, 35 даже. Андрей Апкин вчера написал, действие 22 мая, пикет по сбору подписей в сквере имени Суботина отменяется по семейным обстоятельствам. Ну, бывает и такое. Кабардино-Балкарийская республика. Мальчик. Парк. Скверы. Одиночный пикет по распространению свежего номера газеты снарядов НОТ «Национальный курс» за суверенитет и подписных бланков решений коллективного обращения в руки каждого и всех. Активисты НОТ «Ромж» ежедневно проводят одиночные пикеты у метропарка культуры с 14 до 18 часов. Сбор подписей и бланков от волонтеров и граждан. Там участвуют Юрий Сергеевич Кузнецов, наш легендарный пикетчик, Селина Тамара, Дмитрий Помпа, Соколов Олег, Гончарук Вадим, Пикулин Сергей, Сафронова Ольга, Яршова Ирина, Кржижановская Регина, Афанасьева Ольга, Габова Татьяна, Крон Иннокентий, Корнеев Михаил, Щенникова Светлана, Гангурян Олег. В Красноярске на площади Театра оперы и балета и на предместной площади с 13.00 до 16.00 проходили всероссийские акции по сбору подписей за референдум по Конституции по отмене внешнего управления нашей страной по статье 15, часть 4 Ерцинской Конституции Российской Федерации 1993 года. В акциях принимали участие 11 человек. Всего было собрано 365 подписей. Отличный результат. В городе Четте 21 мая с 15.00 до 16.00 за байкальским штабом НОТ на улице Ленина около Дома офицеров был проведен одиночный пикет. Во время пикета проводился сбор решений подписей граждан за инициацию референдума по изменению колониальных статей нашей Конституции. Проводились беседы с гражданами и раздавалась газета «За суверенитет». 21 мая сегодня в Санкт-Петербург, в НОТ Санкт-Петербурга, Ленинградской области с 8.20 до 9.20 на Ленинском проспекте напротив мемориала войны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов осуществлен сбор подписей за суверенитет и государственную целостность нашего Отечества. Требуем референдум и отмены внешнего управления. 20.05. Одиночный пикет со сбором подписей за суверенитет России в городе Дзержинск, перекресток Чкалова и Чапаева с 15 до 18.30. Массовый пикет в сквере «Славы» города Казань 19 мая 2019 года. Близится к завершению вахта Казанского штаба регион 16 регионов. В рамках всероссийской всесоюзной акции НОД по сбору двух миллионов решений граждан России и соотечественников, проживающих во временно ближнем зарубежье, о восстановлении большой исторической России, нашего общего, общего с нашими предками, одного на всех Отечества. Кроме россиян, подписи оставляли граждане временно суверенных Казахстана, Таджикистана, Туркменистана. Будь наша акция мировой, то подписи оставили бы также граждане Испании, Карлос, Алжира. Это запомнилось по долгу содержательному общению. И некоторых других стран – студенты Казанского федерального университета. Известны две тактики подготовки и победного броска – обработка по площадям и по целям. Мы используем обе тактики. Одиночные пикеты проводятся по всему городу, а здесь – в сквере «Славы». Наша цель информационной подготовки полностью выполнена. За почти два года нашего пикетирования по выходным обитатели этой части города знают в лицо не только НОД, но и НОДовцев. Мы тоже многих уже знаем. За очередным номером газеты приходят специально. Здесь наша команда пополнилась новыми соратниками. Здесь мы почти стерли в глазах администрации и полиции города границы между пикетом и митингом. Получили бесценный опыт общения с разными людьми – и сторонниками, и противниками, и пофигистами. За прошедшие два дня оставили подписи 22 человека. В основном все, кто готов к действию, уже подписали. Эти – оставшиеся. Кто еще на обочине истории? Догоняйте. В Москве в эти выходные, как всегда, проходили массовые пикеты в Новогиреево, НОДовцами Ромж и в Новокосино. В Калуге прошел одиночный пикет НОД. 20 мая 2019 года, улица Кирова, дом 20, с 17.00 до 18.20. Цель публичного мероприятия. НОД за изменение статьи 13.2. Запрет Российской Федерации идеологии на госуровне. Статья 9.2. Разрешает ресурсы природные в частных и иных видах собственности, в том числе иностранных. Статья 15.4. Конституция Российской Федерации против исполнения рекомендаций международных специализированных организаций, направленных на ухудшение уровня жизни граждан России. Статья 75.2. НОД за национализацию Центробанка в поддержку бизнеса в российской юрисдикции. 107.3. По которой президент обязан подписывать все федеральные законы, даже вредящие России. Статья 29.5. Которая запрещает цензуру в России. НОД за исключение безусловных приоритетов норм международного права над национальным законодательством из Конституции России. Как предложил председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрович. Рекомендуем к просмотру стрим с Денисом Ганчем от 20-го числа до 20-го мая. В этом стриме о заключительной серии «Игры престолов», сборе подписей, школьном предмете «Конституция СССР» и многое другое. В субботу 18 мая в Красноярске около городской администрации с 12 до 14.00 на предместной площади с 13 до 16.00 и в сквере «Космонавтов» с 12 до 17.30 проходили всероссийские акции по сбору подписей за референдум по Конституции по отмене внешнего управления страной по статье 15, часть 4 Ельцинской Конституции Российской Федерации 1993 года. В акциях принимали участие 11 человек. Всего было собрано 245 подписей. Отличный результат. Пермь. Молодежка. 20-го мая состоялся массовый пикет НОК по информированию граждан о колониальном статусе России. Собрано 12 подписей граждан, жителей Арджинькицкого района. Приятно было встретить женщину, дочь которой уже подписалась на нашем пикете. Когда этот пикет проводился на остановке площадь дружбы, женщина оказалась полностью информированной о статьях Конституции и референдуме. В городе Чита 20 мая 2019 года с 16.00 до 17.00 за Байкальским штабом НОК на улице Ленина, около Дома офицеров, был проведен одиночный пикет. Во время пикета проводился сбор решений подписи граждан за инициацию референдум по изменению колониальных статей нашей Конституции. Проводились беседы с гражданами и раздавалась газета за суверенитет. Екатерина Ваина, рекомендуем видео к просмотру под названием «Заявление в общественную палату города Набережной Челны о содействии в распространении информации о сборе подписей». 20 мая в Болгограде с 17.00 до 19.00 у Центробанка 4 активиста НОК собрали 40 подписей за восстановление государственного суверенитета. По поводу разворачивающегося события в Екатеринбурге, комментарий Евгения Алексеевича. Значит, он говорит, это разведка боевиков Навального и Екатеринбург, это точка свершения российской государственности. Это мощная идеологическая, финансовая, организационная, духовная, психологическая база. Американцы используют антиправославную тему, готовят настоящих кровавых боевиков, убийц Отечества. Будет проводиться проверка, почему правоохранительные органы допустили появление подготовленных людей из Москвы в первый день этого события. А этих людей, по сведению, было до 7 тысяч. Это значит, было и предательство со стороны МВД или полная их некомпетентность. Без политических властей тоже невозможно было сделать в первый день. Это значит, предательство местных властей. Было финансирование этого события. Это заговор высокопоставленных чиновников, которых не меньше сотни. Существует ставка от Госдепа для наших генералов за безделье. Вывод. Заговор во властных системах. Нащупываются слабые места. Куда будут вливаться гигантские деньги. Это всё как раз можно посмотреть в последнее видео Евгения Алексеевича Фёдорова. На Царьграде, как всегда, интересный взгляд на события от Сергея Михеева. На Ютубе под названием «Итоги недели 17 мая 2019 года. Помпео в Сочи. Аборты, храм. Кто против Дня Победы?» и другие темы. Как прошли переговоры госсекретаря США с Путиным и Лавровым? За что США угрожают наложить санкции на Европу? Почему в США запрещают аборты, а в России нет? В чём причина массового беспорядка в Екатеринбурге? Зачем Порошенко отменил русский язык? Стриптиз Пилоткин, Гозман и другие. Кто и как глумился над Днём Победы? Кто виноват в авиакатастрофе в Шереметьево? Заострю внимание на двух темах. Тема абортов в Америке. В Америке стали бороться за нерождённые жизни. А у нас эта тема даже не обсуждается на государственном уровне. Михеев. В Америке в каждом штате по-разному. У нас же в Российской Федерации просто блокируется обсуждение этого вопроса. Причины. Либерально-рыночная ориентация государства на отказ от социальных обязательств. Меньше абортов, больше денег из бюджета на обеспечение этих детей, детские сады, школы, поддержка матерей, семей и прочее. Это первая причина. И второе. Это политические антироссийские лобби внутри нашего правящего класса, которые понимают, что рождаемость укрепляет на самом деле нашу великую страну. По поводу сквера в Екатеринбурге, по поводу храма Святой Екатерины, взорванного в 1930 году. Тема раздувается средствами массовой информации. Очевидно, что это постановка, корни которой уходят за кордон. Действует по методически, по цветным революциям. Лозунг «Кто не скачет, тот за храм, выдает их». Недаром, что это проводится и в Екатеринбурге, где самое большое количество грантов. Там, где находится Ельцин-центр, именной памятник российской коррупции. Важно, сказал про богоборцев. Секта против Бога и руководитель Навальный. У Михаила Советского новое видео. Россия и Белоруссия объединяются в одно государство. Хочу отметить, что многие люди, приходящие на подпись, ссылаются именно на Михаила Советского. Особенно до молодежи доходят его слова. Нодовский канал в «Одноклассниках» под названием «Вежливые люди. Русь единая». Кто еще не там, рекомендую подключаться. На этом канале интереснейшая подборка новостей и архива по Национально-освободительному движению. Много информации по нашей главной теме, сбору подписей по всей стране. Рекомендую к просмотру. Еще раз повторю. В «Одноклассниках» название «Вежливые люди. Русь единая». Продолжение следует. Рекомендую к просмотру.